Это сейчас 80-летняя жительница Анапы Эмма Александровна улыбается и шутливо вспоминает о произошедшем. А 12 дней назад ее жизнь в буквальном смысле висела на волоске. Серьезную бытовую травму пенсионерка получила во время сбора винограда, взобравшись на двухметровую лестницу. И вдруг лестница качнулась, и я летела с этой лестницей, а сбоку стоял специально железный обруч, острый. Ну и так получилось, что я на него и упала. Что было дальше, пострадавшая не помнит. Зато хорошо помнят врачи бригады скорой помощи. Они по звонку родственников первыми прибыли на место. Мы увидели бабушку, лежащую с прутом, торчащим из тела. То есть она упала на него спиной, между седьмым и восьмым ребром слева. Он зашел и вышел в области эпигастре. Наш водитель позвонил на подстанцию с тем, что вызвали МЧС. МЧС приехала быстро, в течение, может быть, минут семи они уже были у нас на месте. Медики оказали первую помощь, но извлекать на месте металлический прут из тела было нельзя, чтобы не допустить кровотечения. Поэтому арматуру срезали и вместе с ней пациентку доставили в хирургическое отделение городской больницы, где она была экстренно прооперирована. Инородный предмет прошел насквозь, задев жизненно важные органы – желудок, поджелудочную железу и брюшную аорту. Но благодаря профессионализму врачей все органы удалось сохранить. Неординарная, конечно же, ситуация. Сработали все службы больницы своевременно, взяли в операционную, прооперировали. Больное народное тело было извлечено, жизненно важные органы все ушиты. На сегодняшний момент у нас 12-е сутки, больная в стабильном состоянии. Вообще, когда скорая помощь ее привезла, мы не сразу поняли, что вообще с пациенткой. Потому что, ну, такой нетипичный, неординарный случай. Мы тоже не часто с этим встречаемся. Технически, конечно, было сложно, потому что, ну, во-первых, этот народный предмет, он мешал пациентку положить как нужно. Поэтому нам пришлось проводить наркоз, конечно, тоже в таких экстремальных условиях. Операция длилась около двух с половиной часов. После еще пять суток пациентка провела в реанимации. Сейчас она уже в обычной палате. Чувствует себя хорошо, готовится к выписке. Выражая благодарность своим спасителям, не может сдержать слез. Всем врачам. Всем, ну, персоналам. Мой низкий пахнул. У меня слезы, наверное, даже. Такие хорошие все относятся. Исключительно. Делают все так, что я даже боли не чувствую. То, что они сделали со мной. Анапские медики себя героями не считают. Говорят, спасать жизни их – обычная работа. Однако приятно осознавать, что наша медицина достаточно сильна и готова к любым, даже к редким и неординарным случаям. Субтитры создавал DimaTorzok